Право на получение недовременной компенсации имеют несколько категорий. Это семьи погибших, умерших в результате агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины из числа гражданского населения и военнослужащих. Это лица из числа гражданского населения и военнослужащих, признанные инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в результате агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины. Это лица из числа гражданского населения и военнослужащих, получившие ранения, контузии, увлечья в результате агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины. К членам семьи, имеющим право на получение едновременной компенсации, относятся супруг, супруга, состоявший или состоявший на день гибели, смерти в зарегистренном браке с погибшим, умершим. Это родители, в том числе усыновители. Это дети, в том числе рожденные в течение 10-месячного срока после гибели, смерти, а также усыновленные, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения им возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях на очной форме обучения до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Основными документами для установления права на предоставление едновременной компенсации в зависимости от категории пострадавшего являются Постановление Генеральной прокуратуры ДНР о признании лица, потерпевшим в результате агрессии Украины, для лиц из числа гражданского населения и выдается это Генеральной прокуратурой. Оригинал ходатайства командира части подразделения, скрепленный печатью для лиц из числа военнослужащих и выдается это Министерством обороны, Министерством внутренних дел и МЧС. Акт судебно-медицинского обследования, исследования или заключения экспертизы эксперта для лиц, получивших ранения, контузию или увечья. С целью подтверждения проверки предоставленной информации, комиссия по оказанию помощи пострадавших при военных действиях имеет право направлять письменные запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе в правоохранительные органы, предприятиям, учреждениям и организациям. Указом главы ДНР от 6 декабря 2017 года, номер 347, утверждены размеры поэтапных частичных выплат единовременной компенсации в зависимости от категории пострадавшего. В настоящее время осуществляется первый и второй этап частичных выплат. Комиссия по оказанию помощи пострадавших при военных действиях выносит решение об установлении единовременной компенсации в течение месяца со дня поступления полного пакета документов. Единовременная компенсация выплачивается в месяц, следующим за месяцем принятие комиссии решения при установлении поступления финансирования. Прием граждан производится с понедельника по четверг с 8 утра до 5 вечера и в пятницу с 8 до 16 вечера в кабинете 103 Министерства труда и социальной политики ДНР, расположенной по адресу город Донецк, улица Университетская, дом 91. У нас также работает горячая линия именно комиссии по указанию помощи пострадавшим при военных действиях. Номер телефона 071-323-29-12 или 066-217-85-19. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok